Итоги и перспективы системы образования Пермского края на новый учебный год озвучили на традиционной краевой августовской конференции развития образования Пермского края. От идеи к результату. Мне хочется особо подчеркнуть атмосферу внимания к образованию и, конечно же, те инициативы, которые сейчас разворачиваются по строительству новых школьных зданий, по созданию школьной инфраструктуры. Активно строятся новые детские сады и школы. По новой программе до 2025 года в крае планируется построить 65 школ. Так, на днях в Перме откроется школа «Мастерград» на 1200 человек. Она первая среди тех, что в программе. 1 сентября 788 школ, действующих в крае, откроют свои двери для 289 тысяч детей. С начала учебного года все учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников. Их закуплено 255 тысяч. В этом году возобновилась федеральная программа по обеспечению регионов транспортными средствами. В Пермский край буквально на днях будет поставлено 73 автобуса, которые будут перевозить детей из отдаленных поселений в школу. Развитие сферы образования – одна из приоритетных задач губернатора Пермского края. Пермский край является одним из лидеров российской системы образования по той степени активности, которую он проявляет в части реализации основных направлений федеральной образовательной политики. По основным мероприятиям федеральной целевой программы развития образования. И в этом смысле предоставляет возможность реализоваться творческому потенциалу и управленцев в системе образования, и учителей. И, соответственно, порождает эти возможности и для тех школьников, и тех воспитанников детских садов, которые входят сегодня в образовательные учреждения Пермского края. Отметим, что за минувший год в сфере образования удалось достичь многого. Дошкольное образование для детей в возрасте от 3 до 7 лет доступно на 99,9%. Пермский край среди субъектов Приволжского федерального округа по абсолютному значению средние заработные платы педагогов школ, преподавателей и мастеров производственного обучения на первом месте. Благодаря программам «Учительский дом. Мобильный учитель. Электронной школы» в программе улучшения жилищных условий молодых учителей повысился приток новых кадров. Татьяна Александрова, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».